А как же так сделать, чтобы этот мозг в вас слушался? Это отдельный, следующий вопрос, который рассматривается в чертогах разума. Вообще, там в основе лежат самые последние исследования. На русском языке вы мало такого сможете найти. Речь идет об исследовании так называемой дефолт-системы мозга. Она вообще впервые была открыта в 1997 году, но это открытие было настолько парадоксальным, потому что научные журналы отказались его принимать в качестве научной работы и не публиковалось до тех пор, пока уже в Вашингтонском университете группа от руководства профессора Маркуса Рейчела не провела такую системную работу и не доказала, что действительно в состоянии покоя, когда вы не решаете никакой интеллектуальной задачи, ваш мозг работает более активно, чем когда вы решаете какие-то задачи. Это действительно странно и парадоксально. Что же происходит в состоянии покоя, когда вы не решаете никакой задачи, а мозг так трудится? Вот выясняет отношение. Мы с Вами стайные животные. И мы вообще, главный наш вообще инстинкт, инстинкт социальный, потому что мы без, если не будет у вас товарищей, они же, вы же помрете, понимаете? Обезьяны-то как живут. Так, я как сам чувствую себя обезьянной. И соответственно, что у нас в голове есть огромная система, в нее входит медиальная префронтальная кора, поясная и тленовидные извилины, темные доли, еще целый ряд разделов мозга, в которых живут образы других людей. Вам-то кажется, что вы взаимодействуете с реальными людьми? Вы тут кто-то пришли с друзьями, с родственниками, вторыми половинами и так далее? Вот, посмотрите. Вы их не знаете. Вы знаете то, что вы знаете, братья. У вас внутри головы есть соответствующий образ. И вы с этим образом, тихо сам собой, я веду беседу. Вы к нему обращаетесь, к этому образу внутри собственной головы. Вы ему врете. С ним выясняете отношения, от него прячетесь, от этого образа, а не от другого человека. Другой человек, правда, находится на логичной ситуации. У него есть образ вас. И он точно так же, значит, с ним ведет, с вами, не, ну, с ним, с образом вас ведет разговор, собственно, в своей голове. И на это затрачиваются огромные ресурсы мозга. Ну, наверное, вы знаете, что вот. Бывает, что целый день что-то работаешь, делаешь, решаешь какие-то вопросы. И вечером так, ну, чувствуешь усталость, но такую приятную. А бывает, выпадет суббота. Делать нечего вообще. Вы шатаетесь, значит, без дела. А вечером чувствуете, что таскали мешки какие-то, понимаете. Почему? Потому что всю дорогу у вас была активизирована дефолт-система мозга, которая живет больше энергии, чем любая другая система. Центральная исполнительская, сеть в явлении значимости и так далее. И вы действительно перетруждаетесь, когда ни о чем не думаете. Да, ну, в общем, короче говоря, все это было сделано, чтобы мы научились жить в стае. И чтобы мы все время просчитывали все системы отношений внутри этой стаи. Если вы не понимаете, как другие особи в стае функционируют, вы рискуете, в общем, сильно рискуете тем, что у вас возникнут сложности самые разные. Вот. И именно эту же систему мозг использует для того, чтобы думать. Вот, собственно, наше мышление точно так же разворачивается этой дефолт-системой. Вот. У нас вот в Академии смысла на второй ступени, когда вот как раз мы проходим чертоги разума и делаем все упражнения в рамках этой системы, мы делаем факт-карт, мы делаем факт-карту внутренней стаи. Вот. Значит, у нас в голове, соответственно, вот эти живут 150 человек, которые организованы в сложные такие агрегации. И таким же образом вы разворачиваете внутри своей головы и тот предмет, которым вы занимаетесь. То есть, если вы, например, что-то хорошо изучили, то у вас там порядка 150 объектов, вот, которые находятся в сложной взаимосвязи друг с другом. И чем лучше вы можете от одного интеллектуального объекта внутри своего психического пространства перейти к другому, тем качественнее, собственно говоря, ваша карта реальности и успешность вашей деятельности. Ну так вот, я почему про это заговорил и говорю долго. Дело в том, что если вы попросите людей вот составить эту внутреннюю стаю, вот эти образы других людей, которые живут в вашей голове, то выяснится, что люди делают это по-разному. Есть три разные стратегии, как люди организуют вот это свое внутреннее такое интеллектуальное пространство. Значит, первая стратегия, и она получила название книги Троица, название центриста, потому что их больше. И действительно, это такие центры, центры силы. Это пять, шесть, иногда семь таких значимых персонажей, вокруг которых там целая группа людей, про которых вы думаете в связи с этими персонажами. Ну вот, допустим, у вас есть близкий друг или подруга. Значит, у нее есть, там, или вторая половина, или у него, или у нее, сейчас я буду путаться. Вот, родители, значит, начальник, про которого он или она вам рассказывает, там, значит, какие-то ее собственные там увлечения и прочее. И там целая толпа людей, про которых вы думаете в связи со своей подругой или другом. Вы не думаете просто про другого человека. Вы думаете про него, как член стаи. Потому что мы проявляем себя и показываем свои качества только взаимодействию с другими людьми. Знаете, если вы знаете, что у человека сложные отношения с родителями, он для вас сразу обретает больший объем, чем вы просто знаете, что есть такой человек. Если вы знаете, как он переживал развод, вы знаете про этого человека очень много, именно потому, что он находился в этих отношениях и так их переживал. Вот, значит, и, соответственно, вот центристы организуют такие, прямо, такие, как их я им называю? Все выпало из головы у меня. Ну, в общем, группы, вот так. А такая, как группы. А есть другие люди, вообще другие. Они делают так. Они говорят так. Про каких родственников я регулярно думаю? Пишут родственники. Дальше записывает список всех родственников. И включает список родственников, которые вообще друг к другу никак не связаны, не видели друг друга никогда и так далее, только на свадьбе 20 лет назад. А он на все так. По работе. С кем я взаимодействую? И там. Это вот такой категориальный подход, свойственный типу конструкторов. Как и говорил Иван Петрович Павлов, это такой психологический тип, в основе которого лежит, в первую очередь, реакция на стимулы второй сигнальной системы. То есть это понятие. То есть первая сигнальная система, это непосредственно раздражители. Вторая сигнальная система, это понятие. И вот есть люди, для которых очень важно все категориально определить. Они мыслят рассудочно, принимают решения, только когда собирают достаточное количество фактов. Они в чем-то бывают очень скрупулезны, им важны причинно-следственные связи. Если они в чем-то уверены, вам очень сложно будет с ними взаимодействовать, то, что они просто будут смотреть на вас, как на дебилов. Потому что у них четкая система, все продумано, а вы тут, значит, с какими-то, что-то у вас там, ха-ха. Вот, нет. И есть третий, это вот как раз там, где первая сигнальная система ведущая. Значит, вот одни делают такие семейства, центристы, конструкторы делают такую логическую, рассудочную конструкцию своего внутреннего психического пространства. А рефлекторы, вот третий тип, значит, у них первые сигнальные системы важны, и у них все, понимаете, на ощущениях. Вот они даже, может, не могут высказать, но все почувствуют. Все почувствуют, по всему, вот понимают все, и что там такое? Ну, просто не понравился. Что это было? Ну, вот, значит, чтобы не понравиться конструктору, надо совершить ряд действий. Вот. Для того, чтобы не понравиться рефлектору, надо просто быть, и как-то взаимодействовать с рефлектором. Ну, вот, почему? Потому что мы сами набор раздражителей, которые мы транслируем в окружающую среду, и есть вот рефлекторы, которые способны, эти люди, которые способны, вот, считывать эти большое количество сигналов, и ориентироваться вот по этим своим ощущениям от взаимодействия со средой. Значит, и так есть три совершенно разных типа вот сборки этого внутреннего пространства. Представляете, вот живут люди, все вроде бы думают одно и то же же, да? Мы все одно же то же должны думать, да? Пользуемся одними и теми же словами. А оказывается, внутренняя организация нашей мысли абсолютно разная. И вы с человеком говорите, сейчас я с тобой по душам хочу поговорить. Ну, потому что вы центрист, и у вас сейчас вы хотите так все показать, как то, с кем связаны, как это важно понимать, в какие-то положения, там, и вот это все, там, и так далее. А разговариваете с конструктором? Он говорит, так, я, пожалуйста, по списку, можно? Значит, где, кто был, куда, кому пришел, что сделал, зачем я это слушаю? Да вот. И вы вроде бы хотели, так сказать, душу, понимаете, открыть, а с вами, не со зла, а просто, где логика-то? Логики нету, все, извиняйте. и дальше возникает конструкция, при которой мы любим людей, мы взаимодействуем с людьми, которые вообще приехали с другой интеллектуальной планеты. У них по-другому организован их вот просто ряд мыслей, последовательность, структура мысли. Вот. И если мы не понимаем вот этих собственных особенностей, то мы, конечно, сами накосячим сильно. Если мы не понимаем особенности людей, с которыми мы взаимодействуем, как они думают, вот структура их мыслей, способ организации, мы с ними накосячим со страшной силой. Ну и самое главное, если вы хотите действительно разливать свое мышление и, в общем, не скатываться в состояние информационной псевдодебильности, которая нам тут всем грезится в самом ближайшем времени, очень важно научиться использовать все три стратегии, когда вы создаете какие-то интеллектуальные объекты для того, чтобы решать задачи важные вам по жизни. Потому что реальность, она нам недоступна. С помощью своего интеллекта мы просто создаем модели этой реальности. И вот насколько сложна эта модель, настолько точнее будут ваши решения. Понимаете, вы можете иметь карту территории, которую в XVI веке нарисовали, знаете, видели карту с XV-XVI века? А можно иметь Google Maps. Понимаете? Вот есть Google Maps, и вы там причем можете увидеть все в графиках, в картинках, в расстояниях и так далее. И у вас есть четкое понимание, что куда действовать, как бечь и как найти нужное место. Почему? Потому что карта очень точная. Так вот, в сочетании трех интеллектуальных стратегий, когда вы можете определять и те сущности, которые видит центрист в любом деле, с которым он сталкивается, и те наборы закономерностей, которые обязательно простраивает конструктор, когда он создает свою интеллектуальную модель, и когда вы определяете ценность, зачем вам это нужно. Потому что глупо строить бесконечно конструкции и видеть сущности, если вы не понимаете, к чему это должно быть приложено, и что должно из этого выйти. А именно на этот вопрос отвечает тот способ сборки интеллектуальных объектов, которые используют рефлекторы. Поэтому в значительной степени наш интеллектуальный талант, наша интеллектуальная мощь обуславливается способностью использовать все эти три стратегии. Этому можно учиться. Мы этому сейчас учим. У нас в Академии смысла третья ступень у нас завершилась. Все сделаны упражнения, группы прошли. И сейчас ребята защищают дипломы. И я вам должен сказать, что я просто в невероятном восторге, потому что люди учились долго. То есть у нас же как, у нас по три ступени, по 16 занятий, каждое по 4 часа, плюс еще менторство. То есть вы проводите еще группы с теми, кто только записался на курсы. То есть длительное обучение. Но сейчас удивительно, как объемно, как содержательно, люди способные, которые раньше пришли, потому что просто как-то жизнь была не такая, как хотелось бы. А сейчас есть умение создавать сложное и получать удовольствие от сложности, от красоты вот этого мышления. Не жить в этом постоянном, понимаете, от одного ролика до другого, от одной мемасика как другой гифчику, да? Как они? Вот. Да. А вот как-то прямо головой. Вот. Это может быть, на мой взгляд, я, может, субъективно, но лучшее, что может быть. Что у нас еще есть с вами, понимаете? Ну, там кто-то качает всякие телеса, ну, это, значит, думают, что секс у них будет от этого. Ну, это правда. Так что они ходят-то в этот зал? Чтобы все, был секс. Да вот. А я вам, знаете, что скажу? Что, значит, самые главные два исследований, сейчас исследуют, 38 культур проверили, 16 тысяч человек исследовали. Какие самые главные качества в партнере? у всех, во всех странах и у всех народов? Ум и доброта. Нет, ну, два, там юмор тоже, но уже не универсально, понимаете? А вот универсально для всех это ум и доброта. Почему? Потому что если партнер у вас умный и добрый, то вы не пропадете. Понимаете? А если он сильный, но дурак, вот, могут быть и неудачи. Ну вот, ладно. В общем, конечно, не мог я без секса ничего закончить речь, поэтому про секс рассказал. Давайте теперь ответим на вопросы. Дорогие друзья, пожалуйста, если у вас возникают вопросы по ходу встречи, пожалуйста, поднимайте руку. Я подойду. Разрешите. Вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Да, добрый день. Вот вы вчера говорили про сериалы, то, что сейчас пошли такие сериалы, которые идут по 10 серий подряд, человек их смотрит, у него эта информация в него входит и выходит без всех последствий. Но было же время, когда выросло целое поколение, когда сериалы типа Санта-Барбара, да, шли по одной серии в день, и у человека, получается, эта информация где-то там откладывалась, мозг или что-то такое. И сейчас такие есть, и люди их смотрят там разных возрастов на разные. Так, вопрос. Как они вообще влияют на мозг? И мы от этого деградируем или нет? Так, ну, я попробую, значит, сначала, поскольку вы были вчера на какой-то из презентаций, видимо, да, вот, и я просто объяснял, как работает память. Значит, память работает у нас таким образом, что если вы хотите что-то запомнить, у вас обязательно должны быть перерывы между потреблением информации и последующей дозой потребления информации. То есть если вы хотите что-то усвоить, вы должны, так сказать, иметь паузы в этом деле. То есть вы, условно, почитали книжку, вы же прерываетесь, да, вы ее откладываете. Вам кажется, что вы в этот момент уже не думаете про книжку, но это заблуждение, потому что эти интеллектуальные объекты уже загружены вам в дефолт-систему, и они там крутятся, они влияют на принимаемые вами решения. Нас формирует та информация, которую мы потребляем. Но для того, чтобы она нас сформировала, она должна быть усвоена, запомнена. А для этого нужны паузы. Сейчас, когда вы можете включить и стримить сразу целый сериал, ну, там, 10 серий, 12, там, сколько их может быть, вот, у вас просто нету пауз. Вот, вы сидите, я сравниваю просмотр сериала, знаете, с... Вам создатели сериала запускают в голову вот это вот... Ягод, семечки эти, и они у вас там... Да, у вас складываются интеллектуальные объекты, да. Он говорит, да-да-да-да-да. И все, ага-эффекты бесконечные. Вот. Вы переживаете ага-эффекты, ничего в этом плохого нету. Можно. Вот. То, что у вас, вы забудете сериал, может, и к лучшему. Вот. Я так, в общем, всем рекомендую это делать. Вот. Да, но вот то, что касается памяти, конечно, вы должны обязательно иметь паузу между потреблением информации. Нам нужно... Сейчас сколько в среднем молодой человек взаимодействует с телефоном? И с компьютером, и с... Ну, 23 они пока не смогли. Ну, вот. Но вот по данным это комитет телевидения, радиовещания и связи Британии, значит, современный молодой британец, значит, тратит на взаимодействие с экраном, телефоном и так далее, значит, больше девяти с половиной часов, а с учетом того, что он делает часто с двумя сразу экранами взаимодействовать, то у него получается 14 часов в совокупности взаимодействия. Вот. Это колоссальное время. Чтобы вы понимали, раньше мы, как бы сказать, несопоставимо меньше проводили время с экранами и несопоставимо больше проводили время с другими людьми. Сейчас зачем другие люди, если в телефоне все интересней? Вы приходите на встречу, как Высоцкий пел, придешь, там ты сидишь, да вот, и все невозможно. А достали тут все, там, друзья, джага-джага, все, видео, прислали ссылочку, все, да, и а чем меньше Вы с другими людьми взаимодействуете, настоящими, тем они Вам скучнее, потому что для того, чтобы испытывать интерес, Вы должны, как бы, быть погружены в содержание, да, это как, если Вы приходите в музей, и Вы что-то знаете про этого художника и вот это направление в искусстве, Вам интересно. Если Вы приходите и смотрите, что там стены размалевали, да, но Вы так, пройдете, да, наш интерес обусловлен нашим погружением в предмет. Если Вы в чем-то разбираетесь, Вам интересно. В другом человеке, с которым Вы живете, дружите, работаете, огромное внутреннее содержание, которое, конечно, Вам нужно понимать, если Вы хотите испытывать взаимный интерес и, собственно говоря, чтобы у Вас эти отношения были настоящими, а не формальными. Ну вот, но его сложно жить, надо что-то расспрашивать, знаете, как-то подбодрять, у него еще проблемы каким-то окажутся, надо будет в них включиться, а так включился в телефон, и нету его, и все хорошо тебе, да, вот, и, соответственно, да, получается, что у нас нету пауз, когда наш мозг может получить время для того, чтобы подумать. Мышлению нужно время, памяти нужно время для того, чтобы зафиксировать вот эти все вещи. Вот, это вот то, что касается этой части, а то, что касается в принципе сериалов, значит, ну, я много занимался телевидением, вот, сериалами и так далее, вот, это огромная индустрия, крайне интересная, значит, у меня есть и статьи, и видео-лекции, которые посвящены, вот, как раз сериалам, как новому роману, потому что это, вот, новая структура романа, вот, раньше у нас проводили время с толстыми романами, где были главы, если вы знаете, когда, там, Достоевский или Тургенев, они же не писали целиком книжки, это, мы сейчас привыкли, что книжка, Достоевский идиот, вот, не было такого, он печатал по главам в журнале, каждые три месяца должен был выдать главу, люди покупали журнал, и он получал гонорар большой, потому что за отдельную книжку платили значительно меньше, чем за журнал, и вот он в журнале печатал по главам, значит, ну, и потом у нас были знаменитые советские журналы, которые также печатали, значит, частями те или иные художественные произведения, да, и вот сериал, он тоже так же, вот, как бы сказать, ну, очень убыстряется, точно так же, там имеются все циклы внутри каждой серии и так далее, а в этих своих лекциях и статьях я рассказываю о том, это же сериал, это как латмусовая бумажка, если вы понимаете, что какие-то сериалы вдруг начали смотреть, это очень многое говорит вам о том, кто смотрит, потому что это, по сути, диагностический тест, и если анализировать вот эту вот динамику, которую мы сейчас наблюдаем в сериалах, вот, то очень многое можно сказать просто о современном человечестве, потому что это самый такой системный способ потребления информации. Как мы раньше могли по романам сказать, да, какие были века и нравы, да, то сейчас значительно более точная диагностика в этом смысле происходит, потому что эта индустрия, ну, как вы думаете, снимаются ужасы в Голливуде? Сидит сценарист и думает, какой, чем бы напугать, да? Нет, ассоциация, психологическая, американская психологическая ассоциация проводит исследования американцев, изучает их страхи и продает эту информацию Голливуду. Ее получают сценаристы и дальше делают то, что сейчас больше всего пугает народонаселение. Понимаете? Вот. Все очень технологично, не испытывайте иллюзии, поэтому, если какая-то, вы обнаруживаете какие-то тренды в сериалах, в том же ютубе и так далее, это очень многое говорит просто о том, что происходит с людьми. Мне эта тема очень кажется интересной, потому что меня пугает в целом то, что с нами происходит. Но когда ты знаешь, что происходит, то ты не пугаешься, а испытываешь некоторое ощущение такого красивого фатализма. Идем вот на три буквы, но красиво идем. И понятно какие. Понимаете? Вот. Все. Следующий вопрос. Есть еще? Пожалуйста. Добрый день. Я вас хочу очень поблагодарить за ваши книги. Спасибо большое. 5 тому назад осталось читать все, что можно было достать в электронном виде и печатном. Большое вам спасибо. У меня вопрос из нескольких частей состоит. Первое. Знакомы ли вы с автором Кэролан Лифф? Включите свой мозг. Это специалист по мозгу от изменения с помощью когнитивных техник и мышления. Не знаю вы. Нет. И вот сегодня я получил один из салитетов от психолога на группе. Она сказала, что я покидаю себя. То есть я постоянно свой мозг занимаю какой-либо информацией. Либо я читаю, либо я куда-то иду, либо я еще что-то делаю. То есть вот это вот как бы побыть самим собой. Какая бы 15-20 минут именно ощутить радость от того, что я здесь и сейчас есть? Может быть какие-нибудь соображения по этому поводу есть? Ну, я отвечу на два у меня будет тезиса. Первый тезис, что с собой побыть невозможно. Потому что у нас нет самих себя, у нас нету личности, у нас просто есть мозг, который всегда с нами, а мы у него. И он время от времени говорит, ну, сегодня тебе будет неплохо. А потом говорит, не, сегодня ты будешь страдать. Вот. И вы, соответственно, меняете свои ролевые эти оболочки в зависимости от того, в каком состоянии находится ваш мозг. Вот. Поэтому с собой побыть невозможно. Вот. Но я понимаю, что речь идет на самом деле о другом. Речь идет о целом наборе техник, которые включены вот в такое понятие сейчас очень модное mindfulness. Да? Это вот так называемая осознанность. Хотя на самом деле речь идет просто о банальных таких практиках медитации, которые у меня же в свое время была книжка «Счастлив по собственному желанию». Первая глава называлась «Здесь, сейчас». Вот. и я тут не переодкрыватель, Как технику я впервые сделал «Перлс». Это еще в 60-х годах. А вообще это просто буддийские практики. Вот. Сейчас, в 2008 году, было показано в исследовании Николаса Фарба, если не ошибаюсь, что когда мы медитируем, то есть мы фиксируемся на внешних раздражителях, у нас включается сеть выявления значимости, которая является антагонистом к дефолт-системе мозга. То есть если вы хотите не думать, не жевать внутреннюю вот эту жвачку свою внутреннюю, то вы можете принудительно натренировать свой мозг, чтобы он включал вот эту сеть выявления значимости и поле вашего внимания было занято внешними раздражителями. Вот. Это улучшает состояние, потому что жевать мысленную жвачку это очень травматично, как я говорил от этого мы сильно устаем. Но вы можете использовать дефолт-систему таким образом, что она создает какой-то хороший интересный продукт. Не жует вот это вот, а создает что-то. И тогда вам не нужно медитировать. Понимаете, ну, пусть он работает, прикольно, собирает сложные территориальные объекты, даёт вам новые инструменты для жизни. Поэтому техника сама по себе в общем простая. Вариаций этой техники бесконечное количество, вот, начиная от буддийских монахов, как я сказал, да, заканчивая аутотренингом. Вот. Значит, и всё это просто способ уменьшить нервно-психическое напряжение. вот. Андрей Андреевич, я буквально короткий вопрос тоже. Вот вы сейчас упомянули, что у нас нет личности. Об этом мы узнаём из книги «Красная таблетка». И там же вы говорите о том, что, по сути, нет цели у человека. Ну, это как-то всё придумано социумом, что некая цель есть, да. Когда я прочитал «Красную таблетку», она, в принципе, стала таким откровением для меня, в связи с чем я тоже благодарю за эту книгу. Спасибо. Вопрос такой. Можно ваше мнение на тему вообще зачем это всё? Я не был в нас и всех. И что дальше после того, как всё закончится? Хороший вопрос передадали. С подвохом. Значит, вот проект, который я делаю в высшей школе методологии в территориуме кластер «Игры разума» в Петербурге, он называется «Академия смыслы». Почему? Потому что люди все хотят найти смысл в жизни. А правда состоит в том, что есть смысл только у высказывания и действий. У высказывания есть смысл, и вы можете его передать разными словами. Показать один и тот же смысл, высказать разными способами. Один и тот же смысл. Понимание. и второе есть смысл действий, потому что они, если высушать какие-то действия, позволяют вам чего-то добиться, получить соответствующий. В чем смысл? Смысл такой-то. Для этого мы это и действуем. Конечно, то, что мы привыкли называть смысл жизни, это такая, как бы сказать, это сошлось с двух мест. Значит, одна, мы же все-таки очень религиозные животные, как только стали возникать люди, они сразу стали придумывать все возможные культы, и там смысл появлялся в значительной степени просто как необходимость следовать определенным задачам, как бы идеи предназначения. Второе, мы не только религиозные, но мы и социальные животные. И то, что касается социума, он, конечно, должен объяснить нам, почему мы должны что-то делать. А иначе же мы будем делать что нам попало, и будет людям неудобно. И они должны вам это объяснить. Поэтому формируются системы, когда нам объясняют зачем. Значит, зачем вы живете? Вы живете вот для этого. Вы живете там, чтобы жизнь родине отдать, например, да? Все, на войну, на войну, на войну. Так очень много ходили людей, понимаете? Вот. И эти смыслы придумываются, то есть вот они имеют двойную природу, или рефрегиозную, или вот такую этическую, политику понимать этос, некую социальную общность, которая формирует ценности, определяющие поведение группы людей. Поэтому смысла у жизни нет. Более того, мы находимся в некоторой иллюзии, что у нас есть жизнь. Я дальше пойду этих размышлений. Потому что, конечно, мы являемся просто продуктом очень сложного физико-химического процесса. И не мы эту жизнь выбирали, мы не решали по ней ничего. Нас там взяли, мама с папой обменялись. Ну, папа обменялся, а мама потом просто что выросла, то выросла. Поэтому у нас есть какая-то идея какого-то масштабного плана, но его нет. Вопрос состоит в том, что мы обречены на свою жизнь. Нам ее выдали. И мы ее можем прожить по-разному. Вот единственная такая правда, которая следует из набора этих водных. И как мы ее проживем, собственно говоря, это уже наше личное дело. Значит, я уверен, что мы можем существенно улучшать качество своей жизни двумя путями. Первое это наличие близких людей, большого количества близких людей. Ни одного, ни двух, а 15, 20, 30 людей, которые разделяют ваши взгляды, которым вы интересны, с которыми вы вместе что-то делаете. То, что называется единомышленниками. Мы стайные животные и стайные стаи, в которые кто в лес, кто под дрова, это не стая, а хуже даже. Поэтому очень важно, чтобы просто были люди, с которыми вам интересно и круто что-то делать. Это первое. и второе, как выяснилось, мы получаем с вами удовольствие, а удовольствие это просто дофамин, который выделяется в соответствующих зонах мозга. Мы получаем удовольствие, не когда у нас удовлетворяется дальняя потребность. Вот мы хотели поесть, поели и вы дофамин. Нет. У нас выделяется дофамин, когда мы сообразили, как мы поедим. то есть вот когда мы собираем интеллектуальный объект и понимаем, что с помощью этой сборки мы получим желаемое, в этот момент и выделяется дофамин. То есть удовольствие реальное мы испытываем от решения интеллектуальных задач. Но возможно вы сами по себе замечали такие вещи, когда вам нужно было что-то в чем-то разобраться и вдруг вы понимали это. когда вам нужно было решить какую-то задачу и вы находили красивое решение. Когда что-то было неясно, проблематично и так далее и потом вы добавили необходимые факты и у вас сложилось и вы пережили ага-эффект. Значит это все такой чистый интеллектуальный гедонизм получения удовольствия просто от сложности тех интеллектуальных объектов которые вы собираете. Вот поэтому я думаю две вещи и вообще в истории всегда существовали такие счастливые люди понимаете вот например возьмете древнегреческую философию я ее очень люблю они там Платон основывает академию там до сих пор развалины есть туда заезжают люди встречаются читают книжки обсуждают учатся Аристотель основал ликей теперь лицеи от аристотельского у эпикура был сад в нем собирались просто люди которые обсуждали стоики собирались на бортики поэтому стоики то есть это нам нужно социальное взаимодействие и оно должно быть содержательным интеллектуальным вот если у нас это будет у нас не возникнет вопрос о смысле нашей жизни вопрос о смысле возникает когда вы одиноки когда вам не с кем поговорить когда вы не чувствуете поддержки вы говорите в чем уже смысл принимаем антидепрессанты находим единомышленников и интеллектуально трудимся хорошо добрый день спасибо что приехали к нам в Москву у меня два вопроса первый вопрос короткий ожидательном академии смысла в Москве и второй вопрос мы очень успешно справились с технологией освобождения от жмачки и очень сложно понять как же избавиться все таки от иллюзий ожиданий и образов которые были навязаны и которые мы сами построили на основании каких-то интересных идеальных историй вопрос у вас связаны потому что то о чем вы спрашиваете это как раз если умственная жвачка относится ко второй ступени академии смысла то вот как раз избавление от иллюзий и понимания что на самом деле вами движут и что на самом деле для вас важно это как раз первая ступень красной таблетки академии смысла значит будет ли она в Москве я очень на это надеюсь но это в значительной степени зависит от самих москвичей значит технология обучения она следующим образом строится я написал специальные письма задания инструкции и так далее у нас созданы специальные методические материалы как все это делать у нас записаны специальные видео для участников и так далее дальше участники вместе встречаются и выполняя эти упражнения получают ответы на сами им никто ответов у меня нет ответов но если вы вступите в правильное социальное взаимодействие и увидите где вы ошибаетесь и вам покажут на то что вы в себе не видите вот то вы получаете возможность здраво и полноценно ощутить собственно важные вещи для себя вот и они какие-то навязанные потому что у нас понятно что у всех есть в голове какими надо быть это вот у меня есть инстаграм вы знаете да есть ужас я он и они меня еще и пишут вот да и вот есть в инстаграм я сам их так не понимаю вот но они же делают там одно и то же значит что девушка должна быть с цветами да большие букеты мужчина должен стоять у машины так модно его не его машина непонятно но должен стоять ну вот дальше значит путевка поехал все у моря все плавках все смотрите я крутой ну вот вот изучите это да и вы узнаете что является вот навязанным культурой стереотипом счастья машина цветы вот это все там яхта да вот как-то так сняться чтобы было ощущение что ты на ней стоишь да вот да его счастье ну вот это конечно все навязано никакого счастья вам это не принесет понимаете цветы без любящего человека это трава понимаете машина на которой вам некого везти и некуда ехать это металлолом я про яхту вообще молчу понимаете вот вот поэтому да и вот будет ли в Москве Академия Смысла значит она в Москве будет в тот момент когда у нас будет достаточное количество москвичей которые прошли обучение в Петербурге вот потому что технология вся есть но ее должны воспроизводить люди которые сами этому обучились которые сами прошли и начали в этом сами понимать разбираться там и так далее вот и сейчас у нас уже несколько москвичей отучилось героинчески вот значит дальше у нас мы сейчас делаем у нас будет пилотный проект краткосрочный курс он будет проходить в течение двух недель но там правда занятия будут по 8 часов вот с перерывами в день вот и вот я посмотрю насколько эта технология позволяет справляться вот и и вот как мы будем иметь достаточное количество менторов которые способны вести группы тут проблем нету знание это распространяется просто если есть люди которые его думают так первый вопрос у меня такой в одной из недавних лекций выложенных на ютубе для Академии Смысла вы упомянули там лекция была по-моему как бы крутой называлась да вот и вы там рассказывали вот это прошило ретикулярную информацию и больше всех надо да и вы там упомянули о том что это можно в себе обнаружить вот у меня вопрос я просто думала что это либо есть в человеке и оно вылезает независимо от его желания либо этого нету ну как бы извините а вот вы говорите что можно обнаружить а что тогда это за ощущение как обнаружить в себе это шим что это за ощущение это чувство вот желание быть первым это желание восхищения как понять что это за ощущение чтобы потом можно было на него опираться если удастся его найти и тоже про ощущение про мышление вы часто говорите про то что важно ощутить в себе мышление вот эту работу мозга и тоже у меня вопрос как это ощущается, я вот думала, что это когда ты что-то вот грузишь, 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 крутишь, крутишь, а потом наступает момент, когда вот оно там варится, тебе трудно, плохо, там всё кипит, а слон в голове больше нет, вот я думала, что это оно, но вот хотела бы слышать твой комментарий. Да, это оно. Да, это оно? Вот, и по поводу троицы у меня вопрос про центристовые сущности, вы говорите, что центристы, они могут видеть сущности, и вот я не совсем понимаю, что это значит, что вот что значит видеть сущности в коллективе, это значит видеть взаимоотношения людей, наверное, так, а вот что значит видеть сущности, когда ты, например, делаешь отчёт, или придумываешь какой-то новый проект, или ты постигаешь новую науку, какую-нибудь там эвакулярную биологию, какую-нибудь квантовую физику, вот абстрактные вещи, где нет живых людей, как мне делать? Значит, ну это связано с антропомофностью нашего мышления, и вообще, конечно, все видят сущности в предметах, в чашках видят чашность, в лошадях видят лошадность, это ещё, я цитирую Платона, да, вот, значит, мы видим, как бы сказать, вот в этих предметах, вот вы видите в столе стольность, да, но каждый видит по-своему стольность, потому что для центриста стольность это вот, это стольность, а вот для конструктора это вот должна быть поверхность, должна быть стойка, должно быть, то есть, у него, он видит, как бы, сущность для него будет в закономерностях, а для рефлектора что будет важно? Да, красота, не красота, я за такое бы не сел, понимаете, вот, да, значит, вот, да, зачем нужд? Вот, и, да, и для, да, и вот просто, если вот мы говорим просто про центристов, про эту способность видеть сущности, то она определяется ещё у маленьких детей, то есть, вот, в знаменитый эксперимент я его привожу в Троице, совсем маленькие дети, там, по-моему, в районе года, и даже меньше, им показывают, как три фигурки, значит, взаимодействуют на экране, вот, одна фигурка, значит, пытается забраться на горку, другая, значит, её сталкивает, а помощник, другая фигурка, там, треугольничка подтанкивает, вот, и, ну, смотрите, смотрите на экран, и там просто три геометрические фигуры движутся, да, да, ребёнку, типа, 8 месяцев, что происходит вообще? Ну, он начинает видеть сущность того, что там происходит, он ещё не способен вообще ничего продеть, но, когда ему дают на выбор, он выбирает помощника, то есть, вот, ту фигуру, которая помогала, значит, главному герою подниматься на горку, да, то есть, он ухватил суть ситуации, да, точно так же можно ухватить и суть теории, понимаете, вот, у эволюции есть, как её, можно её расписать, как набор закономерностей, естественный отбор, генетические мутации, половой отбор, там, и так далее, и так далее, а есть вот некая эволюционная сущность, и дальше люди начинают говорить, что общество тоже эволюционирует, что не так, у него биологическое развитие, да, но, как бы, увидели вот нечто такое, да, вот, эволюцию, и его себе представляют, как переносят эту сущность с места на место к вещам, которые могут совершенно к ней не относиться, да, вот, и я могу сущность стойности перенести на пенёк, да, я раньше был пионером, да, и у нас был разлив, и вот, и разлив это там, где Ленин прятался в шалаше, вот, и там, значит, было всё легенды, мифы древней Греции, вот, да, и там был пенёк, за которым он писал свои научные работы, понимаете, вот, сущность, стойность была перенесена в пенёк, да, вот, с точки зрения конструктора, пенёк – это пенёк, который можно использовать как стол при таком количестве оговорок, видите, это вот, вроде бы, нюансы, на самом деле, системно меняет вообще наше мышление, так, это я, а первую часть я уже забыл, что это было. А, про шило, хорошее, да, это я всё понял. Значит, ну, я тоже пишу в троице про шило, это действительно у нас с вами, ну, вы же знаете, да, есть люди, у которых шило, да, и они просто, и ты думаешь, когда это всё закончится, вот, а есть такие, что там, как бы, даже если вы возьмёте какое-то шило и попытаетесь искусственно воздействовать, то, как бы, отвернётся на другой бок. Да вот, поэтому, значит, ну, действительно, есть разное распределение, это зависит от, как мы полагаем, в рамках, вот, теории ретикулярной формации, которую в своё время ещё Пентлс сформулировал, от активности, вот, соответствующих зону мозга, этой ретикулярной формации, которая обуславливает этот внутренний тонус. Значит, ну, в чём дело? Значит, дело в том, что мы сейчас не можем объективно сказать, какой у кого тонус. Вот, если я сейчас учню войну какую-нибудь, будут бомбы падать, эти вот, стрелять, эти всё автоматы, как у вас с шилом? Вы узнаете, что у вас за шило. Понимаете, когда будут реальные стрессовые факторы, которые реально будут затрагивать вашу ретикулярную формацию естественным образом, вы узнаете, каков ваш потенциал. И вполне может оказаться, что человек, который вот тут вроде бы с шилом, в этот момент будет вообще мало дееспособен. Вот, а тот, который вроде бы тихоня, вдруг сможет собраться, организовать, там, кучу дел переделаешь, понимаете, и так далее. Вот, проблема состоит в том, что мы с вами живём в искусственной среде, вот наша среда обитания, искусственная, да, у нас нету естественных врагов, поэтому мы с вами что? Придумываем себе всякие невротические страхи, да, вот, у нас с вами нету конкуренции нормального полового отбора, как во всех устальных приматах, там, что думаете, все, так сказать, безобрали? Нет. Там, кто забрался наверх, того и преференции всякие разные. Вот, да, поэтому мы вообще выключены полностью из структуры, значит, нашего с вами, естественно, такого функционирования. И сейчас вот шило проявляется у тех, кто из-за сложности какой-то, часто нездоровости своей организации, не может вписаться в общую конву вот этой жизни, как она складывается, да? Вот вы чего сюда пришли-то? Сидели бы дома, там телевизор есть, первый канал показывает, программы, все, может сидеть же, что-то выговорят, нет. Пойдем послушаем про сложное что-то там было, про мышление. Что вы, вы больны, зачем это делать? У вас шило, что-то вам неспокойно, да? Да вот. И вот это неспокойствие, оно, собственно говоря, является главным движущим фактором, потому что не вы принимаете решение, как действовать, а ваше внутреннее состояние подталкивает вас к тем или иным действиям. Вот, поэтому, как обнаружить в себе, значит, обнаружить можно, я думаю, что в рамках сложной социальной работы. Вот, потому что в мире интеллектуальной функции, наши правила, нам сопротивляются только другие люди. Значит, если мы сможем испытать сопротивление, но сопротивление не в смысле, что нам по морде собираются набить, да, а сопротивление в том, что другие люди в чем-то нуждаются, да, и мы пытаемся решить их задачу. Другие люди дают такое видение, которое показывает нашу ущербность, нашей сборке, там, или еще что-то, да. И если мы сталкиваемся с таким сопротивлением, то это вполне может побудить людей, значит, вот, получать от этого удовольствие и наладить эту связь между артикулярной формацией и корковыми структурами. Что, по большому счету, мы вот, что такое мозг? Это ствол, в котором артикулярная формация, это подкорка, в которой инстинкты, и это кора, в которой наше рациональное, так сказать, видение какое-то, представление. Вот, и связать артикулярную формацию с корой, и чтобы еще было хорошо, вот, избежав подкорки, это, ну, самые сложные задачи. Вот, ну, я не сказал, что это будет простое, я так уже очень гипотетически, можно обнаружить это, да, я такой же деликатно. Ну что? Ну, мы еще три вопроса возьмем, чтобы... Добрый день. Добрый день. Вопрос прошло как раз и про интерес. Оказалось, здесь случайно? Ну, как бы случайность существует ли она вообще? В красной таблетке написано, что нет. Ну, это к тому, что я не специально сюда шел, как-то шел, шел, оказалось тут интересная встреча. Вопрос про два. Первый из них, есть ли какие-то критерии оценки интересов, находящей информации, ну, то есть к событиям, которые вызывают интерес, и какие-то критерии, то есть, когда она более-менее адекватна, если можно так выразиться, и когда она там для компенсации каких-то своих внутренних моментов. Есть ли какие-то критерии? Боюсь, нет. И второй вопрос, что вы думаете про пассионарность Гумилева? Хороший вопрос. Покупайте Троицу, там подробно описано. Да, про пассионарность Гумилева. Я не шучу, это так и есть. Значит, потому что, действительно, то, что касается теории пассионарности Гумилева, речь идет, конечно, не о каком-то солнечном влиянии, как он писал и думал, а речь идет о том, что время от времени в любом этносе накапливается количество людей с такими психопатическими склонностями, которые готовы пренебрегать безопасностью для того, чтобы совершать безумство. Идти на Москву, идти на Индию, идти еще куда-то. В результате походов этих психопатов вычищает эволюцию, потому что они там гибнут. Вот в 90-х тоже у нас был очень мощный, как бы сказать, отсев. Люди без башни, но активные, деятельные и так далее, много чего наделали и их проредили. И мы вошли в стабильность. Так, чтобы... Теперь ждем накопления новых психопатических генов. Вот, поэтому, значит, Гумилев в этом смысле, мне кажется, очень точно ухватил эту суть, и он сам пишет, что это... что заставило Александра действовать вопреки инстинкту самосохранения. Ну, и вопсихопатии. Знаем мы ответ, мы же психиатры в конце концерта. Ну, вот, да, поэтому это то, что касается про Гумилева, про профессиональность. А первый вопрос относительно вот этих критериев. Понимаете, мозг это... Вот так нельзя про него в принципе думать. Значит, вот сейчас, например, у нас средний уровень зависимости от гаджетов. Вот, я думаю, порядка, ну, там, 17%. В Южной Корее 20%, значит, в Америке 15%. Вот, я думаю, что у нас порядка 17%. Что это такое? Это значит, что у нас 17% людей цифровые наркоманы. Они не могут без телефона. Если у них отобрать телефон, у них начнется ломка. Чувство тревоги, сниженное настроение, там, и так далее. Нейрофизиологически показано, что те же самые паттерны, которые есть при наркомании, есть и при цифровой зависимости. То есть и нейромедиаторные, и нейрофизиологические. Вот можно сказать, что это критерий заинтересованности? У них очень большой вопрос заинтересованности в... Ну, она болезненная. Понимаете, мы уже ничего не можем. Второй, альтернативный пример. Для того, чтобы чем-то действительно заинтересоваться, вы должны озадачиться. То есть вам должно... Вы должны почувствовать, что что-то непонятно. Особенность нашего мозга состоит в том, что ему всегда все понятно. А если непонятно, то неинтересно. Это было уже объяснение. Значит, ирония состоит в том, что нам всегда достаточно входящих данных для того, чтобы выдать ответ. Вот дети, они учатся словам, да? Они же их не знали, когда родились. И вот вы разговариваете с ребенком. У вас когда-нибудь было такое, вы ему говорите, значит так, значит, с этого момента совершаем, будем делать по графику, там, то есть, 50-е, и ребенок говорит, все, я понял, слово график не разобралось. Вы объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду, да? Ну вот, не имея ни малейшего представления о том, что он такой график, он слушает, ну, конечно. Ему все понятно. Ну, то есть, ну, что-то не понял. Ну, он не понял, что он не понял. Он что-то понял свое и с этим согласился. Чего бы не согласиться с тем, что ты сам понял. Ну вот, да, и точно так же мы. Мы с вами живем в конструкции, что у нас все всегда понятно. Вот, и умение озадачиваться, озадачиваться – это самый сложный навык. И он возникает только при решении каких-то конкретных проблем, когда вы сталкиваетесь с тем, что предпринимаемые вами шаги не срабатывают. И вот навык озадаченности – это если он человеку способен в себе вызывать и входить в это состояние, вот тогда мы можем говорить, в принципе, о том, что у него вот есть такой содержательный интерес. Ну и дальше есть интерес просто как эмоции. То, что Карл Изард, основатель дифференциальной теории эмоций, он вообще отнес интерес к одной из базовых эмоций. Действительно, если мы говорим про тех же, например, шизоидов, у которых чувство безопасности как раз ниже, и они готовы творить, бог знает что, а любопытство выше. Им интересно, глазик выкли, другой останется, забавно ему, не было любопытно. И да, у них есть в этом смысле такая навык. Поэтому интерес – это интенция к объекту и, в общем, иногда ведь деструктивная. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Спасибо большое за то, что делаете такую интересную информацию, доступную. И у меня вопрос. Мы действительно животные стайные и нам важно окружение. Не является ли это некой саблимацией для мозга, что все-таки социальные сети, они тоже создают иллюзию выстраивать одиночество? Причем метафора такая, что вокруг меня очень много людей, но я все равно одинок. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то взаимосвязь между такой популяризацией социальных сетей и такого роста одиночества среди, причем, довольно молодых людей до 30 лет? Спасибо, очень хороший вопрос. Я здесь выскажу свое нейрофизиологическое мнение. Я более чем уверен, что социальные сети никогда не позволят вам получить тот же эмоциональный отклик, который вы получаете при взаимодействии с другим человеком вживую. У этого целая куча всяких разных зеркальные нейроны, например, для того, чтобы построить сознание другого человека, мы же строим в своей голове модель сознания другого человека, психология называется fear of mind в когнитивных науках. Вот для того, чтобы построить теорию сознания другого человека, то есть думать, что он думает, для этого у вас и есть зеркальные нейроны. Причем эти зеркальные нейроны не считывают мысли, они не способны, но они позволяют вам считывать мельчайшие нюансы двигательной активности другого человека. При этом ваш мозг в этот момент как бы повторяет эту двигательную активность. И когда вы наблюдаете за другим человеком, вы как бы делаете то, что он делает. А делая то, то, что он делает, вы начинаете понимать каковы мотивы его действий. И таким образом через эту очень сложную механику, как вы понимаете, мы выстраиваем сознание другого человека. Представляете, от мышечных микродвижений мы строим это. Но как это можно сделать через социальные сети? Я не представляю. Ну, то есть, во-первых, это 2D-изображение. Зеркальные нейроны уже так не работают. Да, они работают в естественной среде. То есть, даже если там все будут... А там же их вообще нету. Ну, то есть, они там сначала макияжуют это все в тритонной, да, фотографии, и дальше не знаю, сижу сегодня, скучаю, у кого есть какие планы. Ну, все, социальная сеть пошла. Вот, значит, да, поэтому и я не думаю, что мы, в принципе, сможем к этому адаптироваться. Вот. То, что касается... Второй был... Да, одиночества. Да, и, соответственно, что такое одиночество? Одиночество, это... У меня мой научный руководитель, Лилия Николаевич Кузнецов, знаменитый психолог, автор книги «Психология и психопатология одиночества». Они занимались реальным одиночеством. Они занимались подготовкой космонавтов к полету в космос. Чтобы было непонятно, как люди в одиночестве, в консервной банке, значит, на некотором удалении от планеты Земля себя поведут. Да, вот. Но надо было быть Гагарином, понимаете, чтобы... Вы только вдумайтесь на секунду о степени, как бы, сказать, этого, будем говорить, героизма, да? Безумие просто, да? Каждый должен был умереть на подходе. Гагарину было вообще просто. Трава не расти. Вот. Был оптимистичный мужчина. Вот. Да, я не про это рассказывал. Да, вот про одиночество. И вот у нас реального одиночества, конечно, нету. Реального одиночества у Робинзона Круза, у Гагарина, во время полета, еще где-то там и так далее. Что же мы называем чувством одиночества? Что? Не одиночество. Мы отсутствуют поддержки. Да? Вот если нету людей, которые нас поддерживают, а с какого ряда нас будут с вами поддерживать? Задумайтесь. Кому это надо? Вас кому надо поддерживать? Я не себя упомяю. Да, ну и то уже все утомляет, правда? Вот. Значит, нас никому не... И мы живем в мире, в котором отказывание друг другу поддержки является вот такое... У нас этого нету в традиции, да? Это первое. А второе, ну, нам оказывают поддержку, если мы чем-то нужны. Понимаете, вот раньше, когда в мире был дефицит, всего было мало. Сейчас книжный магазин, он уломится, да? Раньше надо было в очереди стоять, макулатуру давать для того, чтобы книжку себе какую-то достать. Ну вот. И люди были друг другу нужны. А когда они нам нужны, мы готовы поддержать. Потому что это... Есть в этом логика. Он мне нужен, мы его поддерживаем. Сейчас можно без других людей обойтись. Они не нужны. Зачем их поддерживать, тратить на это силы? И мы в целом вворачиваемся в мир тотального вот этого социального разобщенности, который субъективно переживается чувством одиночества. Хотя к одиночеству не имеет никакого отношения. Просто у тебя нет ресурса, которые хотят другие и которые готовы за этот ресурс платить тебе поддержкой. И дальше все. Среди друзей я словно как в пустыне. И что осталось? Мы не только или. Констанция, Констанция, Констанция. Так, ну, вопрос. Здравствуйте, вопрос нет у меня от моего друга, поэтому я его зачитаю. Он просит спросить, коррелирует ли потеря смысла жизни после 40 с IQ, этносом, доходом и так далее. Насколько это распространенное явление, если учитывать, что большая часть с канализками уходит? Ну, значит, мы вообще переживаем несколько фаз развития, хотя жизни, они всех разные. есть вот эти классические точки. 30 лет давайте все сойдем с ума, 40 лет давайте все сойдем с ума, там дальше какие еще. Вот, да, но это психологические вещи. Вообще, у каждого человека свои периоды, когда он там, влетает в свой собственный индивидуальный кризис, который никак не связан с возрастом. то есть реальные наши кризисы связаны, я не знаю, вот, бомбанет кризис, да, и как бы лишитесь вы работы, 30 вам лет, 40 вам лет, 50 лет, нет, чего тут разбираться. Ну вот, поэтому вот все эти кризисы 30 и 40 лет, они в значительной степени наведенные, то есть вот если 40, давай побережим. Значит, но действительно многие в возрасте 30 и 40 лет что-то испытывают. по каким причинам? Первое, в 30 лет, товарищи, у вас снижается уровень тестостерона. И до сих пор вы до 30 лет, да, это хорошо, вот, значит, вы до 30 лет, так сказать, сердце в будущем живет, настоящее уныло, вот, и вы куда-то все время мчитесь, и вам кажется, что где-то будет вкусненькое и сладенькое. Ну, это вас обманули, просто было много тестостерона. Потом у мужчины и женщины идет на спад, и, соответственно, как бы сказать, у всех, да. поэтому у нас меньше романтики после 30 лет, но меньше верим вот в иллюзии, которые мы впитали в себя, как бы сказать, периодом подростковым. Значит, в 40 лет действительно большинство людей, которые там более-менее осмысленно провели эти свои 40 лет, вот, имеют, как бы, полный комплект того, что им нужно. у них есть там какое-то жилье, есть какой-то транспорт, есть какая-то семья, уже дети, там, и так далее. То есть, они выполнили программу, у них как бы все есть, что делать дальше. Проблемы снова наведены, потому что, что за программу они выполняли, зачем они взяли на себя эти производственные обязательства, ну, то есть, тут куча вопросов. И если говорить совершенно объективно, то, значит, возраст с 35 до 55 лет является, так называемым, золотым 20-летием. Почему? Как говорят по этому поводу эти специалисты, тревоги юности отступили, а болезни старости еще не настигли. Вот, поэтому, на самом деле, у автора вопроса очень хороший момент жизненный, если ему 40. Вот, у него еще есть 15 лет, у меня уже меньше, вот, значит, золотого 20-летия. Вот, поэтому, и это еще один лучший повод понять, вот, как мы действительно можем страдать совершенно, просто потому, что мы не понимаем, что происходит. и стоит вот просто чуть-чуть, как бы, разобраться и построить более такую здравую модель, как, ну, от огромного количества проблем мы можем с вами избежать, которые. Ну что, наверное, да. Да, друзья, давайте поблагодарим. я сейчас одну секунду, вот, я просто задуман, значит, про троицу, про эти типы, про это мышление я буду рассказывать в рамках прямой речи 12 июня, июля, я все путаю, 12 июля в Гоголь-центре, вот, а, значит, как туда попасть, есть на сайте вектории прямая речи, вот, это для интересующихся. Еще раз можно поаплодировать. Друзья.